Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок! Сегодня с вами я, Пашкевич Анна, и в этом видео на примере томатов в своей теплице я покажу и расскажу, как выглядит жирование томатов, как с этим необходимо бороться. Также в конце видео я расскажу о методах мульчирования, которые применяю в своей теплице. Жирование томатов может проявляться следующим образом. В первую очередь обратите внимание на стволы томатов. Они, как правило, более мощные, более жирные. Стволы могут и раздваиваться, и расстраиваться. Также обратите внимание на пасынки. Они будут мощные, они будут очень активно и быстро нарастать. Помимо стеблей томатов, также жированию подвергается и листва. Листья интенсивно окрашенные, насыщенного зеленого цвета, достаточно крупные, лопушистые. Также обратите внимание на листья, которые находятся на верхушках стеблей. Как правило, они заворачиваются специфической змейкой. Если мы обратим внимание на цветочные кисти, то их будет или очень мало, или они будут светлоокрашенные. Они также могут заканчиваться как пасминками, так и листвой. Это все признаки жирования томатов. Конечно же, я, как и вы, ответственные овощеводы, не жалея, кормим наши растения, в том числе и томаты. Особенно актуальным было кормление томатов азотными подкормками в этом сезоне, когда рассада стояла продолжительное время на подоконниках, перерастала, перешла в фазу генеративного развития, то есть начала выпускать цветочные кисти, зацветать. И при высадке ее в теплицу необходимо было ее подкормить, переведя в вегетативное состояние, чтобы она нарастила хорошую надземную массу, которая будет являться в последующем залогом отличного урожая. Поэтому жирование томатов вызвано у меня в теплице умышленно, в пользу будущего урожая, поскольку мы знаем, что растения получают питание не только из почвенного раствора, но еще за счет фотосинтеза, за счет активного процесса, который протекает в листостеблевой массе. Как же мы будем справляться с жированием томатов? Первое и самое важное, что необходимо сделать, это вывод о том, что все азотные подкормки должны проводиться дозированно, в зависимости от тех условий, в которых вы помещаете свою рассаду и из которой в последующем сформируется отличный урожай. Если вы, как и я, приняли решение на увеличение вегетативной массы куста, то после азотных подкормок, для того, чтобы азот как элемент хуже усваивался растениями, следует провести одну или две калийных или калийно-фосфорных подкормки. В моем случае я буду использовать сульфат калия из расчета 1 столовая ложка на 10 литров воды и проливать свои растения. Для тех, кто предпочитает более органические методы земледелия, следует принять во внимание настой-заллы из расчета 1 стакан на 10 литров воды и также проливаем наши томаты. Для томатов, у которых сформировалась уже первая цветочная кисть, можно создать некоторое стрессовое условие, обрезав нижние 3-4 и даже 5 листьев, но обязательно следует оставить 1-2 листа под цветочной кистью. Также для того, чтобы распрямились верхушки томатов, необходимо прибегнуть к такому методу, который называется подсушивание. Но здесь следует очень внимательно принимать решение в зависимости от тех почвенных условий, которые характерны именно для вашего места, в которого растут томаты. Если почвы более легкие, песчаные, супесчаные, то подсушивание, как правило, протекает более короткий срок. В случае, как у нас почва суглинистая, тяжелая, плотная, то подсушивание, конкретно в моем случае, проходило порядка 6 дней. По мере того, как подсыхает грунт, разворачивается макушка томатов. После того, как развернулись верхние листья томатов, необходимо их обильно пролить. И в случае, если они снова свернулись, то также необходимо их посушить. И подсушивание можно провести за сезон жарования не более двух раз. Также овощеводам, у которых легкие почвы, можно попробовать пролить водой и вымыть азот в более глубокие слои из расчета 8-10 литров жидкости под каждый куст. Для тех, у кого почва плотная, такой активный метод не подойдет, поскольку мы лишим корневую систему наших растений кислорода и будет обратный процесс. И в конце видео хотела бы сказать о том, как я мульчировала в этом сезоне почву в своей теплице. Ввиду того, что теплица новая, почва плотная, и я умышленно вела азотную подкормку томатов для восстановления вегетативной массы, я первоначально смульчировала почву опилками. Как мы знаем, свежие опилки препятствуют активному потреблению азота. И за счет того, что я внесла их в плотную почву, то я как бы немного растянула процесс азотного питания у своих растений. После того, как я провела азотную подкормку и внесла небольшим слоем свежей опилки на протяжении недели мною было осуществлено двукратное проливание растений. За эту неделю почвенная микрофлора сумела постепенно начать перерабатывать опилки и через неделю я замульчировала почву в своей теплице свежескошенной травой. Слой достаточно толстый, порядка 7-8 сантиметров. Траву я укладывала свежескошенную и вслед проливала микробным препаратом сияние 3 для того, чтобы активизировать почвенную микрофлору. Надеюсь, благодаря этому короткому видео вы без труда определите признаки кожирования томатов в своей теплице, без отчаяния с ним справитесь и добьетесь отличных результатов. Всего вам хорошего, оставайтесь на канале Процветок, не забывайте про подписки и лайки.